Зелёный салат Огурец. Мы его будем нарезать соломкой. Огурец. Отличное решение для летнего завтрака. Если вы достанете его прямиком из холодильника, охлаждённым, успеете быстро нарезать. Огурец. Он придаст не только свежести вашему салату, но и, конечно, ещё немного охладит вас с утра. Порой летом бывает уже с утра очень-очень жарко. Есть не хочется, но нужно. Вот здесь блюдо из огурца. Отличное решение. Этой проблемы и полезно, и питательно, и довольно свежо. Нарезаем огурчик соломкой. Несколько колечек можно оставить для украшения. Что я сразу и сделаю. Красоту необходимо создавать не только по праздникам. Праздничное блюдо, конечно же, отличается своей сервировкой. Но и в будни, особенно по утрам, очень-очень хочется нам красоты. Дальше. Капуста. Капуста белокочанная. Её мы будем шинковать. Редиска просится в наш утренний салат. Нет редиска. Сегодня не твоя очередь. Мелко шинкуем белокочанную капусту. Молодая капуста белокочанная, тоже зелёного цвета. Меленько шинкуем. Капуста хороша в любое время года. Много витамина С, полезных питательных веществ. Ну и что? Какой же зелёный салат без зелени? Давайте посмотрим, что у нас есть. Зелёный лук. Раз. Дальше. Укропчик. Два. Ну и петрушка. Это три. Всё зелёного цвета, пока мы не отступаем от намеченной цветовой гаммы. Сейчас как раз сезон зелени. Её очень много. Даже если у вас нет приусадебного участка, и вы не выращиваете самостоятельно зелень, в магазинах, на рынке и где угодно она продаётся буквально за копейки. Грех не воспользоваться такой замечательной возможностью и не наесться витаминов строг. Итак, отправляем все наши зелёные ингредиенты в чашку. И ещё сейчас как раз сезон зелёного горошка. Он уже поспел. Но если вдруг его не окажется, можно вполне использовать консервированный. У меня молодой свежий зелёный горох. Его тоже можно смело отправлять в наш замечательный зелёный салат. Термической обработки он не требует, поскольку он ещё совсем-совсем нежным. Не забудем подсолить. Можно чуточку поперчить по настроению. Ну и осталась заправка. Чем будем заправлять такой салат? Здесь дело настроения. Может пойти вход сметана, майонез, ну или растительное масло. Совершенно любое. Подсолнечное, оливковое, тыквенное. Любое, какое захотите. У меня будет нерафинированное подсолнечное. Так называемое масло с запахом. Самое то, что нужно для салата. Определённый аромат придаёт. Посмотрите, какой получается летний, красивый зелёный салат. Буквально три минуты на шинковку. И всё, наш салат готов. Перекладываем в тарелку. Пришло время. Полезно завтракать. В качестве дополнения к такому салату отлично подойдут гренки. И, возможно, бутерброды. Ну или кусочек отварного мяса. Всё, что пожелаете. У меня уже всё готово. Вот так буквально за несколько минут мы приготовили отличный летний зелёный салат. Можно пробовать. Я надеюсь, что этот салат создаст праздничное яркое настроение. Кстати, психологи говорят, что зелёный цвет очень и очень бодрит. Я надеюсь, что вы обязательно попробуете этот рецепт. Ну и отличного дня! Субтитры подогнал «Симон»